Для школьников начинается, у многих уже началась новая учебная четверть. Как и взрослым, им часто очень сложно адаптироваться после праздников. Сейчас в школах остро стоит вопрос об адаптации ребенка. Сегодня в нашей студии учитель начальных классов городской классической гимназии и лучший молодой учитель 2017 года по республике Саха Эмма Иннокентьевна Федотова. Она нам даст сегодня несколько рекомендаций по этому вопросу. Доброе утро, Эмма Иннокентьевна. Ну, действительно ли очень сложно школьникам адаптироваться к праздникам? Конечно. После долгих праздничных дней, как и взрослым, детям тяжело адаптироваться, включиться в школьный, в рабочий режим. Поэтому мы с вами, как родители, как педагоги, должны им обязательно помогать. Ну вот, да, какие действия? Что надо делать? В первую очередь, как для учителей, да, со взгляда учителя. Учитель, школа, педагоги должны в первую очередь ребенку помочь адаптироваться. Каким образом? Это игровые формы на уроках, это применение технологий интерактивных на уроках, это активное взаимодействие с ребенком. Хорошо, Эмма, а вот какие вы можете дать рекомендации тем учителям, которые только начинают свой путь, только пришли работать в школу? В первую очередь я хотела бы сказать всем учителям, молодым учителям, что не надо бояться, надо активно браться за дело, стараться работать и получать удовольствие. Сейчас актированные дни, сейчас после каникул, в преддверии актированных дней, молодые педагоги должны постараться с детьми взаимодействовать, активно с ними работать, вовлекать их в учебный процесс, активизировать их умственные способности. В какой игровой форме конкретно, какие занятия может проводить ребенок? Первое время после каникулярных дней стоит применять игровые технологии во время уроков. Это, к примеру, интегрировать уроки, уроки окружающего мира и математики, это стараться с детьми максимально контактировать, когда дети могут не просто сидеть и слушать, а выразить себя, выразить свое мнение, научить ребенка говорить, не только слушать, но и говорить, высказывать свое мнение. Ну вот, как вы правильно подметили, да, сейчас очень активизировались актированные дни, да, и детям и их родителям, соответственно, приходится заниматься самообразованием, да, заниматься на дому. Какие советы вы дали бы родителям рекомендации? Значит, да, действительно, скоро начнутся актированные дни. Дети еще не успели войти в рабочий ритм после долгих каникул, и вот сейчас, возможно, их уже обрадуют тем, что они смогут выйти на актированные дни. Но в первую очередь я всегда говорю своим родителям, своим детям о том, что актированные дни это такие же учебные дни, как и были бы, если бы мы учились в школе. В первую очередь хотелось бы сказать, что если наступают актированные дни, родитель ни в коем случае не должен ребенку давать поспать до обеда. То есть ребенок должен обучаться в том же режиме, как если бы он учился в школе. То есть если он учится с 8 до 12, то и дома самообразованием он должен заниматься также с 8 до 12, не забывая про короткие перерывы на отдых. То есть также подъем в 7 часов, там в 7.30, да? Да, подъем такой же, завтрак, и начинаем обучение в 8 часов. Да, кроме этого, не стоит забывать о том, что пусть даже если ребенок находится дома, он должен сидеть за рабочим столом в хорошо освещенном помещении, ему должно быть комфортно, он должен использовать те же самые учебники, не использовать при этом какие-то планшеты, телефоны, не отвлекаясь на какую-то постороннюю деятельность. Но все-таки нас много спрашивают о том, а насколько сильно отличается самообразование от занятий в школе? На самом деле, да, самообразование и занятия в школе – это две разные большие вещи, поскольку школьники не всегда могут самостоятельно что-то узнать. Даже прочитая тот же самый учебник, работая в той же самой рабочей тетради, могут, происходят пробелы, но самообразование формирует у детей самостоятельность, саморегуляцию и самоорганизацию. То есть ребенок учится контролировать свое личное время, он учится добывать самостоятельное знание. Ведь перед учителями, перед родителями стоит такая большая задача, ответственная задача, как научить ребенка самостоятельно добывать знания. В быстро меняющемся мире сегодня каждый взрослый, как и ребенок, должны учиться находить знания, должны учиться развиваться, самосовершенствоваться. И поэтому эти актированные дни родители, как и дети, могут взять огромную пользу с них. Они могут научить ребенка, научиться самим самостоятельности, саморегуляции. Кроме этого, не стоит забывать о том, что ребенку необходимо помогать. То есть не стоит просто бросать ребенка с одними книгами, и пусть он с 8 до 12 сидит самостоятельно. Нет, здесь нужна родительская помощь, родительская поддержка. В любом случае, все мы родители, взрослые люди, помогаем, мы можем помочь. Мы знаем, как объяснить. Ребенка никто не знает лучше, чем собственный родитель. Конечно. Но если все-таки бывает такое, что ребенок упустил по каким-то причинам школьную программу, болел, возможно, насколько сложно восполнить утраченное? Да, это довольно большой вопрос, актуальный вопрос, особенно в школе, восполнение утраченных знаний, точнее, даже неполученных знаний по тем или иным причинам. В первую очередь, во многих школах давно уже практикуется работа в микрогруппах с детьми отстающими, не успевающими или по какой-то причине не усвоившими определенный учебный материал. Это работа в микрогруппах в школе. Кроме этого, родители, как и дети, должны помнить, что они могут и самостоятельно на дому постараться отработать те недостающие материалы. Потому что пусть ребенок будет даже отличником, пусть он все прекрасно знает, но образование, обучение не заканчивается на школе. Самое главное. Спасибо, Эмма Иннокентина, я напоминаю нашим телезрителям, что в нашей студии был лучший молодой учитель, и мы получили очень практичные рекомендации. Я думаю, всем родителям будет полезно. Спасибо большое. Спасибо вам, удачного дня, хорошего настроения.